СОЮЗОНЛАЙН СОБОРА С СОВЕЩЕННИКОМ ГЕОРГИЕМ БЕЛОВЫМ Здравствуйте, батюшка! Доброе здоровье! Батюшка, это правда, что приходская жизнь, вот буквально с момента основания, можно, если так выразиться, кипела здесь в соборе и до сих пор это продолжается. Вот расскажите об этом. Да, это очень важное место и для истории церкви, и Санкт-Петербургской епархии. Потому что с самого начала, как только храм начал действовать, то были уже предприняты меры по оказанию помощи людям нуждающимся, потому что были люди и нищие были, и больные. И поэтому уже в 1714 году была организована богодельня здесь. А в 1722 году, в начале, в 1714, мужская, потом женская. И вот с этого периода началась эта история, как бы, вот этого социального, если можно сказать, служения здесь, в приходе Самсонийского собора. Здесь при Екатерине II были и уездное, и училище духовное было, и приходское, вот одновременно они действовали. Здесь была прекрасная библиотека, вот, где проходили и беседы с людьми, и миссионерские курсы проходили. Здесь было общество для детей, и в более поздние времена, для юношества и общества хрульвеносцев. Здесь, помимо всего прочего, те бедные люди, особенно вот эти дети, которые нуждались в образовании и помощи, они получали приходскую поддержку. То есть на период учения детям выдавали стипендии этим, и достаточно хорошую стипендию, на которую они могли учиться, покупать книги, иметь место, где они проживали. Они оказывали помощь людям, которые попали в разные тяжелые житейские ситуации. Или где-то что-то происходило, какая-то, может быть, ситуация, где человек получал какие-то увечья и так далее. Выплачивали прихожане им соответствующие пособия. Пособия беднейшим прихожанам тоже выдавали. Здесь было общество трезвости. Оно за 10 лет выросло до 25 тысяч людей. Это было второе по значимости в Петербурге общество трезвости, потому что первое было Александра Невская под руководством молодого в те времена священника Александра Рождественского. И здесь проходили очень большие дела, связанные именно с просвещением людей, с тем, чтобы помочь им выйти из вот этого тяжелого недуга. И были хорошие связи между предприятиями, на которых находились тоже храмы, и крестные хода совершались и так далее. Это было очень важное такое дело, которое совершалось тоже здесь, вот в соборе, в его приходе. Спасибо, батюшка. И мы знаем, что этот храм заложен в честь победы в Полтавской битве. Она произошла вот в день памяти как раз святого Асамсона страноприимца. И помощь неимущим и больным людям была, можно сказать, по примеру вот этого святого. Конечно, да, безусловно. Потому что это и было в основе действия вот прихода его дел, связанных с благотворительностью, социальным служением. Потому что, конечно, пример святого преподобного Самсона, он был ведущим. И вот то, что происходило в его жизни, как он относился к людям нуждающимися и так далее, здесь все было реализовано. Здесь принимал приход люди православные, принимали тех, кто действительно нуждался. И люди разного социального статуса, и были люди не очень богатые, и люди состоятельные. Это не делало никакого различия между ними. Каждый в меру своих сил, своих способностей, возможностей участвовал в жизни прихода. Спасибо, отец Георгий. Дорогие братья и сестры, а мы, съемочная группа Петербурга, Анастасия Лавада, Олег Сергушев. С вами ненадолго прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok